МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляю вам нашего гостя в Екатеринбурге, Александра Дионов. Александр, здравствуйте, журналист из Екатеринбурга. Пока нет ответа, но я видела уже Александра в скайпе перед эфиром. Он был хорошо виден нам. И мы объявляем тему нашей сегодняшней программы. Проблемы. Каждый день лента выносит нам. Проблемы, которые встают ежедневно, ежечасно перед замечательным предприятием, которое называется Уралвагонзавод, которая выпустила знаменитый, ставший абсолютно знаменитым танк «Армата», который все видели на параде Победы. Вдруг оказалось, что предприятие банкрот. Вдруг оказалось, что не спасают его государственные заказы. Непонятно совершенно почему. Будем разбираться с нашими гостями. И также очень важный момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, зрители, что ведь это очень лояльная власть и предприятие. Вы прекрасно помните, как в 2012 году они его поддержали, что Уралвагонзавод – это лицо поддержки Владимира Путина. И тогда много говорилось о том, что вот эти хлебные заказы, которые стало получать предприятие, как-то увязывались с этой поддержкой. Но почему-то то ли поддержка уменьшилась, то ли стало невозможно ее обслуживать. Но тем возникли у предприятия проблемы. Поэтому вопрос, который мы вам задаем, уважаемые слушатели, действительно ли существует некая зависимость патриотизма и госзаказов? Существует ли она, на ваш взгляд, чем больше заказов, тем патриотичнее предприятие? Я еще раз проверю связь с Александром Родионом. Александр, здравствуйте. Еще раз пытаемся проверить. Вечер добрый. Очень хорошо. Вот теперь вас слышно. Александр, и в нашем эфире также предупреждаю всех, примет участие Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». Александр, вы, поскольку у нас сегодня главный человек, вы в Екатеринбурге, скажите, пожалуйста, давайте прямо с этого и начнем, с такого идеологического экономики, потом перейдем с идеологического момента, что вот эта вот поддержка, которую оказывал Уралвагон власти, она преуменьшилась, она стала как-то потише, или люди остаются вот при своих мнениях, убеждениях, или не так ее демонстрируют уже. Это ко мне вопрос, да? Да, 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 да. Ну вот смотрите, вообще откуда вся страна узнала про УВЗ? У нас предприятие называют УВЗ попросту, вот, аббревиатурно, да. Декабрь 2011 года нынешний уральский полпред Игорь Халманс начает приехать с мужиками разобраться. После этого прошла череда кадровых назначений, очень обширных, да, не будем забывать, что кадровый актив УВЗ не ограничился полпредством, а топ-менеджеры, да, и руководители высшего звена этого предприятия попали в такие структуры, как объединенная судостроительная корпорация, да, вот, люди, которые работали на УВЗ, становились губернаторами за последние годы, да, то есть мы можем видеть, что корпорация, помимо того, не будем забывать, что в Уралвагонзавод входит порядка 30 активов на территории Российской Федерации, вот, причем не самых слабых, вот, и это усиливается политическим ресурсом и людьми, которые находятся во власти и отвечают за понятие решений. Что же касается коллектива предприятия, то вы понимаете, с того времени, как появилось у нас в Свердловской области такое понятие, как Путинград, оно не выдуманное, оно, Путинград действительно существует, потому что Владимир Владимирович Путин, к чести его, к верности его слову, я не знаю, как правильно сказать, но он регулярно здесь появляется. И вот с этого времени коллектив предприятия стал вести себя несколько тише. Я думаю, что это связано с тем, что люди просто-напросто, ну, вот, находятся в определенных рамках и не позволяют себе говорить ничего лишнего, вот, как это было раньше. Ну да, лишний. То есть, конечно, но мы поняли, что, ой, я не знаю, говорили ли они лишнее раньше, нам об этом не сообщали, нам сообщали только о бесконечной поддержке, которую они оказывают Владимиру Путину. Но этот вопрос состоял в том, что сейчас, когда у них начались некие проблемы, не слышны ли от них слова протеста? Я так понимаю, что нет, не слышны. Ситуация достаточно непростая. Вот сейчас все говорят про Альфа-банк, да, и про долги там Челябинского тракторного завода, да, и, в общем-то, за вот этим вот спором кредитного учреждения и крупного хозяйствующего субъекта, да, который, в общем-то, как бы в рамках правового поля, по большому счету, находится. Деньги заняли, да, будьте добры выплатить. Вот. Все это очень сильно политизировано стало. И вот за этим фасадом совершенно незаметны рядовые труженики УВЗ. А ведь, наверное, мало кто знает, что буквально там месяц назад появлялась информация о том, что порядка 7 тысяч сотрудников Уралвагонзавода отправляют вынужденные отпуска. Да. И это потонуло просто в... ну, трудно сказать в чем. То ли в контрактах, то ли еще в чем-то. То ли в глобальных каких-то патриотических настроениях. Понятно. Спасибо. Мы продолжим с вами разговор. Я сейчас хочу обратиться к Александру Бирману. Вот передо мной сайт Уралвагонзавода, в котором достаточно оптимистично рассказывается о встрече Дмитрия Медведева, о вчерашней встрече с генеральным директором научно... Что? Пятница, по-моему. Ну, да, да, да. Ну, они так пишут у себя, что вчерашняя, но она была пятничная. О встрече с генеральным директором производственной корпорации Уралвагонзавода Олегом Сиенко. Они описывают, что... Во-первых, я прочитаю, что Медведев поздравил корпорацию с успешной демонстрацией новейшей военной техники на параде, прошедшем 9 мая. Современные образцы бронетехники, в число которой входит танк нового поколения Армата, произвели неизгладимые впечатления на ветеранов и иностранных гостей парада Победы. И вот он пообещал, что предоставит предприятию государственные гарантии в тех объемах, которые вы заявляли, для исполнения существующих контрактов. То есть как-то он их морально поддержал. Не знаю, как там будет материально. В чем, Александр, вы считаете, с чего начались проблемы этого предприятия? Почему Альфа-банк пообещал обанкротить его фактически? Вот как вы эту историю видите с экономической точки зрения? Да, то есть сразу скажешь, что банкротства не было, что Альфа-банк просто обидел иду на вы, то есть вывел как бы спор хозяйственных субъектов в судебную плоскость, так сказать. И в данном случае пока о банкротстве вагонзавода речь не идет. Сразу просто немножко конкретики про эту встречу. Медведев, во-первых, Сиенко, еще до конфликта с Альфа-банком, он в общей сложности просил, по-моему, 100 миллиардов от правительства. То есть что даже для отрасли, вот если брать гражданскую часть вагоностроения, это рекордная сумма. То есть вот. Я не знаю, что в данном случае, из того, что конкретно пообещал Медведев, Медведев пообещал, так сказать, обратиться к Внешэкономбанку, чтобы Внешэкономбанк как бы рассмотрел возможности предоставления финансирования Уралвагонзаводу. Тоже забавная последовательность, что называется, как-то в следствии, значит, из-за или, так сказать, или просто совпадение не только, как-то совпадение не думаю, да, но глава Внешэкономбанка сказал, что Центральный банк собирается предоставить часть своей прибыли на повышение капитализации уже Внешэкономбанка. То есть, по идее, если так уже совсем публицистично говорить, то Центральный банк там ведет какие-то операции, там зарабатывает на той же там скачках валютного курса, часть этой прибыли он передает Внешэкономбанку, и Внешэкономбанк из части этих денег финансирует Уралвагонзавод. То есть, фактически, это так или иначе, речь идет о том, что, ну, вот, деньги так или иначе, ну, это не прямые деньги налогоплательщиков, да, ну, так или иначе, так сказать, деньги, которые так зарабатывают, зарабатывают, в том числе и на девальвации, и так далее, на чем, на чем, как бы, страдает все население, они будут направлены на поддержку Уралвагонзавода. Ну, вот если вот так, вот так вот, грубо. А вот, теперь по поводу проблем. Вот вопрос-то в чем состоит? Смотрите, мы все увидели это предприятие, которое поддержало, и сразу же, вот, моментально было сказано потом, не сразу, но чуть-чуть, очень быстро было сказано о том, что это предприятие за свою поддержку получило некие хлебные заказы, и, ну, в общем, оно не пожалело, что поддержало. Так ли это было, и почему потом эта поддержка оказалась... Там, на самом деле, все было немножко, так сказать, скромнее, там речь шла, ну, сумма, так сказать, немаленькая, но в общей сложности, если не ошибаюсь, тогда Путин, действительно, он только став президентом, чуть ли не сразу после инаугурации он отправился туда, в Нижний Тагил, и тогда были подписаны, так сказать, соглашения о том, что в рамках гособоронзаказа оборонзаказа Уралвагонзавод получит, если не ошибаюсь, порядка 20 миллиардов там на круг было, 20 миллиардов рублей. Другое дело, что, опять же, тут надо понимать ту ситуацию и нынешнюю ситуацию, то есть пока наша экономика зависит от мировых цен на нефть, как бы любой патриотизм, он так или иначе оплачивается этими ценами на нефть. То есть в то время цены на нефть более-менее стабилизировались, более-менее были нормальны. У государства была возможность, у Минобороны была возможность оплачивать большие оборонзаказы. Опять же, на этом фоне, если мы помним, да, то есть отставили Сердюкова, что вот типа АМО, он типа третировал наших, нашего ПК, то есть предпочитал покупать на Западе вместо того, чтобы покупать у нашего ВПК. То есть, я не оправдываю Сердюкова в данном случае, но наш ВПК оказался в таких достаточно тепличных условиях. И соотношение цены-качества, когда любая отрасль оказывается в тепличных условиях, у нее соотношение цены-качества начинает хромать. Собственно говоря, брать ту же армату, не Запад первый и никто там, а Минобороны первая, ну не Минобороны, комиссия, коллегия военно-промышленной комиссии, если я не ошибаюсь, то есть это, грубо говоря, которая распоряжается деньгами оборонзаказа, начала говорить о том, что армата все-таки дороговато. То есть ценник, который выставил Уралвагонзавод, он все-таки очень высокий. То есть, опять же, оборонзаказ уже, так или иначе, да, у нас много денег тратится на оборону, но у нас падают доходы бюджета из-за, понятно чего, санкций, падения цен на нефть и так далее. Соответственно, государство умеет меньше возможности оплачивать аппетиты Уралвагонзавода. Да. Вот тут интересно, я изучаю сайт Уралвагонзавода, вы сейчас увидите, на экраны у нас выведут, это очень любопытно, для того, что вот есть сайт Уралвагонзавода, мы можем смотреть, вот мы у себя в офисе, мы можем смотреть образцы продукции Уралвагонзавода, мы можем смотреть спец, все, что касается военной техники, это спецпродукции, это боевые машины, это танки, есть изделия подвижного состава, он так называется, это все, что связано, соответственно, с вагонами, есть прочая продукция гражданского назначения, вроде буровых установок, есть то, вы знаете, Александр, вы, наверное, сейчас развеселитесь, наши слушатели, что блокирует, вот наш оператор здесь, блокирует один раздел Уралвагонзавода, он называется сувенирная продукция, вот я сейчас попрошу, чтобы нам его показали, наши продюсеры, вот как выглядит сувенирная продукция Уралвагонзавода, вот это она, смотрите, это то, чем завод старается все-таки как-то зарабатывать, победные цены, скидки 50%, акция продлена до 31 мая 2015 года, вы видите вот эти футболки, там, где рисунок Терминатор 2, это боевая машина огневой поддержки, вы видите вот этого мужика, который разрывает вот эту рубашку у себя на груди с этим Терминатором 2, и вы видите, что на футболках, которые стоят от 1300 рублей до 1500, изображаются вот это их специальная продукция, поэтому мы позвонили и обратились к Павлу Фельгенгауру, чтобы он прокомментировал качество той самой продукции, которая как бы держит сейчас этот завод на плаву, Павел, к сожалению, не может в прямом эфире принять участие, он сейчас едет в метро, поэтому нам пришлось за 15 минут до эфира записать разговор с ним, давайте послушаем. Здравствуйте. Павел, как так получилось, объясните, пожалуйста, что обласканный властью Уралвагонзавод, у которого были такие прекрасные хлебные заказы, которые поддерживал Владимира Путина во всех его начинаниях на президентских выборах последних, почему он оказался банкротом, и почему не спасают его эти замечательные заказы, военные заказы, вот у меня открыт сейчас сайт, на котором написано спецпродукция, все эти терминаторы, которые выпускают этот завод, плюс еще Армата, знаменитый флагман, считается уже российских вооруженных сил, так его называют, и вот не спасают от банкротства. Ну как же так получилось? Ну потому что завод вообще называется Уралвагонзавод. Вот именно. И это не просто как в советское время делали так, кстати, и для того, чтобы шпионов иностранных обмануть. Это действительно, они выпускают вагоны, они один из основных производителей товарных вагонов в стране. Там еще есть целый ряд других заводов, которые тоже делают вагоны, а сейчас с вагонами просто беда. Уже до начала кризиса нынешнего вагоны, было перепроизводство вагонов, а сейчас просто уже полный кошмар. Вагоны не нужны, потому что железнодорожные перевозки либо даже сократились, они уже никак не нарастают, как предполагалось. А вагонное производство развернули под то, что экономика будет расти, вот как она росла в 2000-е, и понадобится значительно больше вагонов. Так что у них в основном все проблемы именно из-за вагонного производства. Там, в общем, отправили большую часть рабочих на отпуск с оплатой там две трети от оклада с конца где-то середины апреля до конца мая. Завод вообще не работал. А военки оказывается недостаточно. Недостаточно. Это огромный этот завод содержать, так что у них проблемы сейчас не с военным заказом, а именно с гражданским. Понятно. То есть проблема с гражданским, что некуда это девать, ту продукцию, которой они, в общем-то, кормились. Получается, что военный заказ недостаточно велик для них, чтобы прокормить целый завод и держать его на плаву. достаточно, так что военное производство это не все их производство, а в основном они в последние годы сделали все-таки вагоны. Сейчас все-таки не советское время, когда танков производили по две-три тысячи в год. Достаточно штучное производство, и хотя непонятно, сколько стоят те несколько образцов армата, который они уже поставили, вот танк Т-14, который они уже поставили в Министерство обороны, не говорят, там это полмиллиарда стоило одна штука рублей, а может быть даже и больше, но их совсем немного, это несколько штук, а вагоны там должны были производиться десятками тысяч, а сейчас на них совершенно нет спроса. Но вот этого танка, армата, конечно же, нет здесь, на этом сайте, потому что это был, видимо, какой-то опытный образец, это пока еще не пущено на поток, не пущено на продажу, этот танк, он не продается, но вы написали, вы в новой газете написали о том, что он недоделанный, некачественный и не очень современный уже получается эта платформа, и что украинские, вот, украинские производители будут делать это по каким-то совершенно другим моделям, и это будет перспективнее для продаж, с точки зрения продаж. Ну, я там говорю не про украинские вообще модели, в Украине, может быть, наладят лицензионное производство, может быть, нет, пока производят свои танки, Т-64, это какой-то вариант, это советский тоже вариант советского танка, они были достаточно похожи, Т-64, Т-72, Т-90, они делают его модернизированным, но у него все недостатки советских танков, армад, это попытка решить те проблемы, которые окончательно сейчас стало ясным, даже самим танкостроителям, что советское танкостроение зашло в тупик, стратегические решения принимались вообще-то в 60-е годы, куда двигаться, и наши танкостроители пошли в ложном направлении и зашли в тупик, наши танки оказались не очень годными, то есть для локальных войн в третьем мире может быть и то очень большие потери среди экипажей, а с западными лучше на поле боя не встречаться, будет в общем безнадежно, будет просто как уток стрелять в тире, и что-то решили делать, главное, чтобы спасать экипажа, потому что типичная вещь, эти фотографии полно, и сейчас из Донбасса, это вот советского типа танк, то есть это Т-72 российской сборки, или Т-64 карьковской украинской сборки, или даже Т-90 подбитый танк, у него сорвало башню, башня либо там собака осталась на танке как-то свисать, либо ее вообще в кусты закинуло, значит был взрыв детонация боекомплекта, это значит, что экипаж погиб, а в западных подбитых танков там экипаж почти всегда спасается, во всяком случае там уровень потерь лучше, ну процентов 10 гигнет, кто-то ранен, но экипажи в целом спасаются, потому что детонации боекомплекта там в принципе невозможно, а у нас это происходит постоянно. Вот решили спрятать экипаж в отдельную такую бронекапсуу, но с этим большие проблемы, потому что получается, что экипаж сидит в очень узком месте, к тому же в самом внизу носу танка башня необитаемая, то есть надо, поэтому за всем окружающим можно следить только на дисплеях, надо насыщать там всякими очень дорогими, достаточно дорогими сенсорами, радарами, и автомат заряжания остался, а это была большая проблема, пушка тоже осталась старая, потому что другой пока нету, и набор снарядов тоже старый, а они тоже недостаточны для современного танкового боя. Опять же, все это специалисты знают, то есть склеили вот в этом танке некоторые прогрессивные, современные вещи поставили, но некоторые поставили вполне себе старые, ну поскольку других нет. И на мой взгляд, это и получилось не очень удачная композиция. То есть вы считаете, что дальше он не будет производиться в таком виде, или все-таки вот наплюют на это все и продолжат, да, он дефектный, но он будет таким? Ну не то, что дефектный, он очень дорогой, он дико дорогой, я как раз имею в виду соотношение цены и качества. дороже модифицированных Т-90 и несколько раз дороже самых современных западных танков, но насколько он лучше, это совершенно не очевидно. С точки зрения специалистов тоже полагают, что то, что показали на Красной площади, это скорее демонстрационный образец, в общем, так оно и есть, потому что госиспытания только начинаются, они продлятся несколько лет. Военные внесут свои коррективы, скажут, что им нравится, что не нравится, им уже точно не нравится цена. По-видимому, там очень большие проблемы с эргономикой, потому что экипаж засунули как сардины в банку, очень маленькое пространство. В западных танках, в израильских танках, там гораздо просторнее, а это очень важно, потому что человек там проводит очень много времени в танке, вылезать оттуда в общем нельзя, это не истребитель, ты слетал там, сел и в ком-то отдыха сходил. Это танк, в нем надо жить постоянно. И вот и был тот случай с 7 мая на Красной площади, когда, похоже, водитель вообще потерял способность управлять машиной, и она встала на Красной площади напротив мавзолея. А вставший на поле боя танк, это мертвый танк. Вы уничтожали. И насколько я понимаю, специалист Уралвагонзавода подпрыгнул, подскочил для того, чтобы помочь. Там добрались, там Штушойгу еще подошел, начали думать его эвакуировать, забрался туда специалист, заменил водителей, там завелся и поехал. То есть проблема была не в танке, проблема была в экипаже. Но в экипаже не просто так, они, видимо, провели слишком много времени внутри вот этого спертого пространства, очень маленького. там, в общем, за несколько часов 80-90% боевой готовности даже опытного водителя теряется. То есть, исходя из всего того, что вы сказали об этом танке, я, когда говорила дефектно, имела в виду как раз соотношение цены и качества тех замеченных вами проблемных зон в этом танке, он не решит проблему Уралвагонзавода и вряд ли это будет заказ, вряд ли танк в том виде, в котором он сейчас существует, тот образец будет востребован заказчиками? Ну, в таком виде, скорее всего, нет, и в любом случае серийное производство начнется не скоро. Даже если вот есть некоторые планы, что до 2020 года нужно наклепать чуть не там 2300 таких новых танков. Вряд ли это выйдет. Вообще серийное производство начнется то ли в 17-м году, то ли в 18-м году. Сейчас, опять же, понять нельзя, причем, какая именно машина пойдет серийное производство, тоже непонятно. Вообще-то, менять танковый парк, в общем, придется, потому что возможности модернизации советских танков Т-72, из которых сейчас делали самую последнюю модификацию Т-90, в общем, исчерпаны. они дорогие и в то же время малоэффективные. Поэтому гибнут там действительно экипажи. Что-то делать надо будет. Но цель вообще-то создания нового танка правильная цель. Надо танковый парк менять. Но будут ли, во-первых, на это деньги и нужно обязательно вот этот Т-14 с дико дорогим самолетным радаром ставить? Потому что у него и цена будет, как у современного истребителя. Совершенно непонятно. Но что-то делать надо. А вот эти образцы, которые мы видим сейчас, уже конвейерные, на их сайте, эти терминаторы, это все востребовано? Нет, что-что? Это все востребовано? Вот это то, что они продают? То, что мы сейчас видим у них? Терминатор и вот эти... Терминатор никому не понадобился. Да? Это оказалось, в общем, тоже неинтересной никому затея. Вот этот терминатор, они сначала сделали, терминатор-2, его ни российское министерство обороны не покупает, ни на заказчике. Т-90, да, производится, какое-то количество пошло на экспорт в страны третьего мира. В принципе, танк, вот, воевать может. Да. Участвует, может участвовать в вокальных конфликтах, но в конфликтах именно в воинах третьего мира. И в особенности подходит странам с высокой рождаемостью, потому что там, где, в общем, человеческие потери не такие ужасные общества, как в западных странах, да, в общем, и у нас сейчас бабы особенно новых рожать не готовы. Ну, тогда уж... Делать страны, в которых танки с тонкой шкурой, которые легко подбить. Ну вот, пожалуйста, Александр, оказалось, что терминаторы никому не нужны, как говорит Павел Фельгенгауэр, кроме как на футболке их. Вот главные фирменные футболки, которые раздирает тот человек на плакате, это как раз с изображением терминатора. Что вы по этому поводу думаете? Ну, по поводу футболок, хотя сказать, как раз футболок всей этой продукции. На самом деле, чтобы у Путина не отнять, это он умеет создавать бренды. Вы вспомните, как про Ладу Калину в свое время, то есть, ее уже совсем забыли, он съездил, и все сразу стали говорить, даже какие-то продажи у Автоваза на этом деле появились. Собственно говоря, Уралвагонзавод действительно, то есть, какое-то время он жил именно, то есть, в свое время он, руководстве и на посту генерального директора ОВЗ, и на посту председателя Совета директоров ОВЗ, в тот момент стояли люди весьма близкие к путинскому окружению. Но Уралвагонзавод сначала поддержал Путина, потом Путин поддержал Уралвагонзавод и с одной стороны деньгами, и с другой стороны он придал новую жизнь этому бренду. То есть, почему, собственно говоря, сейчас такой шум вокруг Уралвагонзавода? Я не думаю, что это единственное оборонное такое предприятие с долгами, просто Уралвагонзавод это вот это бренд, который ассоциирован с путинским третьим сроком. Да, но я просто сейчас скажу, но просто на каком-то этапе бренд Уралвагонзавод его затмил бренд Крыма. И это сыграло с Уралвагонзаводом роковую роль. То есть, Крым наш сейчас важнее и глобальнее, чем Уралвагонзавод. Александр Дионов, я снова возвращаюсь к вам в Екатеринбург с вопросом, как у вас отреагировали в Екатеринбурге на происшествие с этим танком «Армата». И согласны ли вы с Павлом Фельгенгауэром, что в общем продукция, которую выпускает вот эта вот военная продукция, специальная продукция, как они ее называют, не очень-то она пользуется высоким спросом. Согласны ли у вас там с этим? «Спасибо. На самом деле, я с большим интересом послушал Павла, потому что и читаю его материалы, и понимаю его степень вовлеченности на том уровне, на котором он находится, возвращаясь к институту на Красной площади. Естественно, все СМИ, что федеральные, что наши региональные, подробно описали со скриншотами, с видео по возможностям, с фотографиями вот эту неполадку. Другой вопрос, что я обсуждал эту ситуацию с людьми, разными, с коллегами, с людьми, имеющими отношения, не буду называть, но как бы вовлеченными, скажем так, в сферу ОПК. И, в общем-то, как и они, так и я, мы сходимся во мнении, что любая техника, в том числе и в особенности, наверное, боевая, а в том, что армата, это не, скажем так, попытка, пока попытка, вот, то, о чем подробно сказал нам Павел, сделать что-то новое, потому что это действительно впервые, может быть, за 30 лет последних попытка сделать что-то новое, все, на чем мы воевали до этого, и все, что мы эксплуатируем сейчас, это все технологии 20 века, они действительно, как Павел говорит, изжили себя, и они действительно не защищают людей и экипажи. И, в общем-то, это может сломаться, это может сломаться, это может остановиться, потому что, вот, это действительно просто оболочка, то, что нам показали, это оболочка. Не будем забывать, что уже не первый год Уралвагонзавод сотрудничает с французами и оснащает русские танки французскими системами фирмы Талис, потому что мы просто не умеем делать эти системы. Системы ночного видения, тепловизоры, что-то еще, то, вот о чем, собственно говоря, уважаемый эксперт нам подробно рассказал. И, по сути, внутри, мы не знаем, что там находится. И там доброй половины или больше того еще и нет. И действительно мы не знаем, когда этот танк вступит в строй. Вот. Это по первой части, да? Хотя я все в кучу, наверное, смешал. Ничего, ничего, но мы понимаем, да, следим за мыслью ваши, да? Да. В общем, техника может встать. Вот, собственно, посадили другого водителя. Я, может быть, кстати, на самом деле не очень соглашусь с оценкой того, что человек провел долго, много времени там в бронекоробке, да, утомился и устал. А может быть, ему действительно, может быть, он действительно не разобрался, да? Может быть, он не уловил азы, да, работы трансмиссии, там, чего-то еще, да? И когда я его сменил более опытный механик-водитель, машина поехала. Вот. То есть нам остается гадать. УВЗ, естественно, ошибку не признал, вот, и нам вообще подсунули достаточно смешную версию. Мы, типа, отрабатывали, да, буксировку, там, техники, да, в случае неисправности. Не удерживает критики. Вот. Понятно, что там было что-то не так. Вот. Что касается будущего этого танка. Вы знаете, вот я уже немножко до этого сказал о том, что это попытка прорыва. Мы не можем пока говорить о том, что это действительно там. Вот УВЗ шлет победные реляции. Это там первый танк третьего поколения после Второй мировой войны. Ну, понятно, что корпорации выгодно так подавать свою продукцию. Но, с другой стороны, она имеет на это основание, потому что Павел уже упоминал и Т-64, которые дико горели на Донбассе. Он написал нам это все. И я тоже видел эти снимки, это видео, да, мы знаем, что наши танки действительно тяжелы в плане боевой работы для людей, которые сидят внутри. И действительно, люди там гибнут. Может быть, с помощью проб и ошибок вот в ходе госиспытаний, которые продлятся не меньше пяти лет, да, из этой платформы что-то и получится. Но, может быть, с вашего позволения, в защиту УВЗ, даже не так, в защиту отечественного ОПК, потому что я как бы хочу, чтобы все-таки наше оружие становилось современным и конкурентоспособным, да, в сравнении там с армией США, Германии и других европейских стран. мы немножко все подзабыли, что у нас есть современная авиаразработка, так называемый Т-50 ПАК-ФА, который истребитель пятого поколения, да, и его не вывели на Красную площадь, он улетел в небе, да, про него сейчас никто не говорит, они говорят, почему, потому что для истребителя пятого поколения не готовы двигатели. И мы видим, да, и мы просто видим, что это действительно трудный процесс, а наша промышленность, она и правда, да, и в силу там качества производства, и в силу там отдачи, да, работников, да, трудозатраты и всего остального, она пока проигрывает. Я не знаю, получится ли позитивный сдвиг, но вот пока обстоит дело так. Пока так. Александр, ну я уточню, а с французами сотрудничество не прекратилось из-за этих санкций? Вы знаете, вот экспертно, досконально ответить на ваш вопрос я не смогу. Понятно. Объясню, почему. Дело в том, что Уралвагонзавод, как мы знаем, находится под воздействием санкций ЕС и США, да? Да. Вот. И при этом контракт с французской он существует уже порядка десятилетия. И вот в этом году в сентябре в Свердловской области пройдет 10-я выставка вооружения в Нижнем Тагиле. Скорее всего, туда приедет Путин. Скорее всего, он потрогает армату рукой. Это покажут все федеральные каналы. И вот там мы и поймем, работают французы с УВЗ еще или нет. А каким образом? А каким образом? Понятно, что это одна из, не главная выставка, но одна из, скажем так, базовых. То есть посетят ли ее французы, так? Конечно. Там все годно подписываются соглашения, проваливаются. Понятно, интересно. И, наконец, я вам вот задам вопрос, уже пришел в СМС-ке. Правда ли, верно ли, что Сердюков в свое время отказывался от арматы из-за ее высокой стоимости, потенциально очень высокой? Коллега мой из Лентару, Александр, уважаемый, Сердюкова уже упомянул. И мне понравилось, я совершенно с ним согласен, что при всем том, что натворил Сердюков, и было и благое начало. То есть, в силу своего рыночного какого-то подхода и психологии, не связанной с армией, этот человек четко давал понять оборонщикам, вы делаете старые вещи, вы неконкурентоспособны, мы не будем вам давать деньги, пока вы нам не сделаете, не подложите какие-то современные виды вооружения. Я очень хорошо помню, что в бытность Сердюкова его заместители и представители генштаба, в частности, серьезно критиковали башню арматы. Но тогда этот танк был совершенно засекречен, мы не то, что его изображение не видели, тем паче, мы вообще практически о нем ничего не знали. Я допущу, что тогда, 4, условно говоря, года назад, башня арматы еще тогда была обитаема. И да, и возможно, вот та серьезная критика Министерства обороны и Генерального штаба касательно башни, может быть, она и привела разработчика «Уралвагонзавод». Да, вот к этому пока трудно сказать, насколько это действительно успешное решение, потому что, как отметил Павел, это такая начинка должна быть суперсовременная, чтобы это все работало, управляясь снизу, что мы пока не можем, нам следует только кадать. Да, Министерства обороны арматы не устраивало. Спасибо, Александр. Мы послушаем Иван Иванович из Иркутской области. Здравствуйте, Иван Иванович. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос такой, можно задать? Попробуйте. А в Украине ведутся подобные разработки, скажем, на Харьковском тракторном, и если бы ввелись, то я представляю, какой бы аромат в России. Южмаш, вообще-то нас... Нет, нет, я знаю, но на Южмаш и другие. Ну, хорошо, Александр, пожалуйста. Я про Харьковский трактор ничего не знаю. Иван Иванович, тут, к сожалению, у нас сейчас, он же был в записи, Павел Фельгенгауэр, который бы вам все рассказал про Харьковские тракторные. Ну, Александр, вы не знаете про Харьковские тракторные? Честно скажу, нет. Нет, давайте тогда не будем. Нет, мы не будем отвечать на вопрос, когда у нас нет такого специалиста, который бы ответил Иван Иванович вам из Иркутской области, потому что нет, сейчас он был только, к сожалению, в записи. Поэтому звоните нам, пожалуйста. Скорее всего, потоковое производство там есть каких-то танков, а вот что касается каких-то новых разработок, не знаю. Хорошо. Вот еще несколько сообщений. Сергей нам пишет, что танк «Армата» стал действительно знаменит хотя бы тем, что заглох на Красной площади во время репетиции парада. Сергей, ну, давайте справедливости ради, он был знаменит раньше, до того, как он заглох, его все просто ждали на Красной площади, что вот покажут, наконец, как он выглядит, много было легенд вокруг него, но вот так случилось, что случилось. Не, почему, на самом деле, я думаю, что как-то косвенно, ведь Альфа-Банк, владельцы Альфа-Банка, они, как сказал один мой хороший знакомый, у них чутье лучше собачьего, то есть, они очень хорошо понимают конъюнктуру, то есть, просто так бросаться на амбразуру в виде «Уралвагонзавода» они бы не стали. Значит, они поняли, что сейчас, что это превращается в хромую утку «Уралвагонзавод», и, в общем-то, реакцию Путина на тот инцидент с «Арматой» можно было предсказать, ведь, во что препарат, фактически, это была демонстрация действительно современного российского вооружения, с учетом присутствия там китайцев, индусов и так далее, это был некий аналог военно-космического салона. Да, и вот представьте себе, вот, приехал там, сидит Си Цзиньпинь, там, и так далее, и на глазах у всей честной публики глохнет танк. На самом деле, это эпик фейл еще круче, чем погашенное кольцо на открытии Олимпийских игр, на мой взгляд. То есть, с учетом того, что мы хотели продемонстрировать свою боевую мощь, продемонстрировать союзникам, продемонстрировать нашим партнерам за океаном. Ну, если по аналогии с Олимпийскими играми, они должны были его ровно еще раз, он должен был заглохнуть, нет, я просто шучу, на параде, вы помните, как Константин Эрнст еще раз заглушил это кольцо, да, уже в шутку, поэтому я предлагаю, чтобы в следующий раз, если он заглохнет на репетиции, чтобы он уже глохнул специально на параде, чтобы всем показать, мы не боимся ваших насмешек, то есть сделать, как Эрнст. Читаю вам сообщение, Александр, еще одно, Серж из Москвы пишет, В советские времена коллективы, выступившие с удачными идеологическими инициативами, тоже получали всяческие преференции. Как это повышало качество продукции, показала судьба СССР. Может быть, решили бабло больше зря не тратить? Тогда, в 2012 году, власть испугалась, в силе своей не была уверена, решили прикупить народной поддержки. Сейчас это уже не актуально, народ повелся на милитаризм бесплатно. Разделяете ли вы это суждение? Ну, в общем-то, может, не в таких вот таких жестких формулировках, но это то, заслонило Уралвагонзавод. И это факт. То есть, тогда рейтинг Путина двигался за счет там Халманских и прочее-прочее, а тут, при таком рейтинге, который обеспечил Крым, уже Уралвагонзавод на этом фоне превращается в статистически незначительную величину, но где-то близко к тому. И при том, что нужно делить бюджет, бюджет тоже сократился, соответственно, нужно... Тут, на самом деле, забавная ситуация нашей оборонки. То есть, обычно в мире, есть такое типа, что ОПК любой страны заинтересован в напряженности, чтобы эта страна была, так сказать, милитаризированной и так далее, что это как бы дает оборонному промышленному комплексу новые заказы, это рост и так далее, и так далее. И оборонный промышленный комплекс в таком случае становится драйвером для всей остальной экономики. У нас, как видим, произошло иначе. У нас оборонно-промышленный комплекс оказался сильно завязан от внешней сырьевой конъюнктуры. Когда есть нефтедоллары, когда пополняется бюджет, когда Минобороны может не так считать каждую копейку, им хорошо. Минобороны, РЖД, не важно, им хорошо. А когда нефтедоллары схлопываются, тут уже возникают проблемы. И тут вопрос, почему такие проблемы? Из-за того, что УВЗ из-за менеджмента УВЗ? Или из-за танков, или из-за менеджмента УВЗ? Вот тут вот... Да. Это... Кстати говоря, тут еще тоже забавный момент. Предыдущий глава Уралвагонзавода его отставили после предыдущего кризиса в 2009 году, если не ошибаюсь. Вот. Он ушел тоже на фоне конфликта с Альфа-банком. А вот вам, Александр Родионов, кажется верным, так, если выжимку сделать из этого сообщения, такую циничную выжимку, что не нужны больше. Патриотизм уже не востребован так, как он был востребован раньше. Он в массовом порядке уже по всей стране существует, развился на фоне этой пропаганды, на фоне этих компаний победных. И поэтому подкармливать уже не нужно патриотов. Вы согласны? Вы знаете, честно говоря, не согласен. И не согласен по одной простой причине. Во-первых, потому что очень мало сейчас в нашей стране, к сожалению, видно настоящего патриотизма. То, что мы сейчас наблюдаем, это больше похоже на какой-то квазипатриотизм или квасной патриотизм. Все эти ордена на голых телах, на шортах, на майках, на платках Нины Ручкиной, да, это все похоже на какой-то поп-арт, замешанный на громкое слово, да, конъюнктуре. Я скажу, на конъюнктуре. На политическое. На политическое, на экономическое, на бизнес-конъюнктуре. В этом плане трудно ответить на вопрос, нужен ли патриотизм, когда он приобретает такие искривленные, дикие и безумные... Не то, что нужно или нет, то вот он уже с материальной точки зрения не подсообразен. А есть ли он вообще? Если он вообще, да. То есть, где-то в деревне, где-то там еще где-то он, наверное, есть. Только его никто не видит, не слышит, и не замечает. Я так понял, вы вкладывали в этот вопрос более широкий смысл. А нужен ли Уралвагонзавод образца 2011 года? Так? Нет, я такой смысл не вкладывала. Я, конечно, не готова. Я бы хотел уточнить все-таки, что речь идет об... Если говорить об Уралвагонзаводе образца 2011-2012 года, это не патриотизм. Я бы все-таки применял к другому году. Это лоялизм с плотно замешанным на патернализме. То есть мы сейчас поддержим власть, а власть за это нам... Поддержит нас. То есть это не такое, например, движение, как вот давайте вернем Крым и фиг с ним какие будут санкции. То есть это немножко другое. Да, плюс патернализм, патриотизм и меркантилизм во всей этой истории. Меркантилизм не то. Ну, как не то. Если мы поддержим ее, она поддержит нас, то как это называется по-другому, чем меркантилизм? Интересно. Есть такой, мне кажется, момент. Константин из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел спросить. Вот в конце декабря был принят закон о территориях опережающего развития и подписанный Путиным. На мой взгляд, это граничит с государственной изменой и просто предательством российских интересов. И нигде я не слышал, чтобы вот этот вопрос как-то вот... А почему, Константин, вот Александр с некоторым недоумением слышит вас. А почему вы считаете это предательство национальных интересов? Потому что из-под юридикции России, из-под конституционного поля выводятся целые территории. Какие? 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 Из-за вины. Какие, Константин? Ну, почитайте, пожалуйста, законы, если вы как бы... Но мы сейчас в эфире не можем прочитать законы. В дальневосточных в чем там... Ну, я просто хотел бы, чтобы вот... Вы о дальневосточных? Вы о каких территориях сейчас говорите, которые... Да, первые три года дальневосточные. И понятно, кем они будут заселены. А через три года остальная территория Российской Федерации. Да, Александр, давайте мы это действительно совершенно не имеем никакого отношения к теме нашего разговора. Наверное, это важный актуальный вопрос, но мы сейчас его не будем касаться. Александр Николаевич из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Всем добрый вечер. Здрасте. Господа, вот я слушал, слушал вас внимательно. Да. И вот у меня прям вспоминается рейд, так сказать, конной армии генерала-даватора по тылам, так сказать, гудряновской армии под Москвой тут, да, вот, так сказать, ее... Ну и все, конечно, закончилось плохо. А ведь командовали у нас тогда всей Красной Армией кавалеристы, Ворошилов с Буденным и действительно у нас было там, так сказать, достаточно мощная, так сказать, конница. Не кажется ли вам, что мы учимся побеждать в прошлых войнах, как всегда говорят там в академиях, учат? Так вот, вообще, зачем нужен будет танк, вот, например, в той вот такой прогнозируемой, например, войне, когда она вообще не будет контактной? Ведь не будет никаких захватов территории, не надо будет там никакими танковыми клиньями захватить там, обходить фланги и прорываться. Это все будет не нужно. Вообще не будет людей. А уж если танки будут, они будут, так сказать, по программе Арпа, так сказать, вообще управляемые там из какого-то совсем другого государства и с другой точки. Ну, спасибо, спасибо, Александр Николаевич. Вот Аркадий из Москвы примерно пишет в этом же духе эти большие железяки на один зуб современным противотанковым средством. Толпу впечатляет, что на внутреннем фронте победа. А вот что вы скажете, Александр? я сразу скажу, я не специалист в военном деле, то есть это лучше было бы у Павлова. Я сталкивался, то есть видел такую точку зрения, с другой стороны, ну, если брать о каких-то локальных войнах, то там танки, в общем-то, играют роль. Если брать там, не знаю, условно говоря, предположить там столкновение с какой-нибудь ИГИЛ, да, то есть тут без танков не обойтись, я думаю, чтобы, так сказать, уже так врезать, чтобы уже не лезли. Вот, поэтому я бы не стал бы говорить, что танки там вообще не нужны. Я бы не стал говорить другой вопрос, что тут это вопрос вообще экспертизы. То есть, если в стране, то есть, это же кто это, должны решать Минобороны, Генштаб. необходимость есть ли в стране эксперты, которые способны предоставить анализ ситуации, который, не то, который, как они думают, нужен большим дядям, а то, что вот они реально способны дать, и не работы на публику, а то, что вот они реально считают, вот я так думаю, вот я предоставлю эту оценку, невзирая на личность, вот это базовый вопрос, то есть, а там уже, пусть большие дяди решают, нужен им танк или не нужен, а то у нас, у нас вообще в принципе в стране, то есть, такой тренд, что экспертиза предоставляется, исходя, я напишу доклад, исходя из того, что нужно большому человеку, заказчику доклада, а не то, что вот, как я реально вижу ситуацию, как я реально вижу ситуацию, и это не то, что... Вячеслав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня немножко уже опередили, товарищ, ну все же, а танк для завода, и вообще, это товар, товар для лав, для локальных войн, всего лишь навсего, товар идет, хороший, заводчане живут хорошо, это меркантильности, ну а по поводу обороны нашей страны, кроме ядерного оружия, в глобальной войне, Россию ничего не защитить, и не надо вот вам, как вы эксперты себе говорите, я просто простой человек, и в армии, кто служил, тот знает, еще при советской власти говорилось, война будет, только ядерная, все, а танк, это самоходная пушка, все, спасибо. Хорошо, но мы все-таки будем надеяться, что никакой войны не будет, не ядерной, но ваше мнение, да, если говорить о том, нужен ли он кому-то, то Павел Фельгенкаорус считает, что нет, нет перспектив у танка, армата в том виде, в каком сейчас существуют его опытные образцы, у него нет перспектив для продажи, и более того, он очень скептически отзывается о перспективах продажи для того оборудования, для той техники, которая сейчас выпускается на продажу, он говорит, что это все тоже, к сожалению, мало перспективно с этой точки зрения. Вот нам пишет Марк из Москвы, может быть, какую-то обидную вещь вот для Уралвагонзавода, может быть, Александр, вы прокомментируете это, с вагонзаводом поступили, как всегда, использовали и слили, вряд ли кто-то верил, что они сделают супертанк, если дать денег. Ну, Александр, что вы считаете, не слишком ли это резко? Начнем с того, что все-таки поспешно наш слушатель употребил слово «слили», потому что никто пока никого не сливал. Если мы внимательно остановимся на последних двух-трех днях, условно говоря, чем закончился спор хозсубъектов, «Альфы» и УВЗ, то мы убедимся, что очень быстро Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства Российской Федерации, пообещал увеличить капитализацию Уралвагонзавода. Александр уже упоминал о том, как Сиенко просил десятки миллиардов. Единственное, что все-таки, я прошу прощения, Александра поправлю, там не о 100 миллиардах речь шла, а о 35-50, тем не менее, сумма колоссальная. Еще гарантии были. Еще, если добавить гарантии, то как раз... А, в сумме. Я все понял. И мы видим, что буквально Дмитрий Анатольевич сказал, все, ребят, мы деньги вам дадим, вот, и, соответственно, вот, никто никого не сливал. И, да, Спасибо, Александр. Простите, я вас прерву, потому что у нас секунды, и Александр Бирман завершающий. Вы хотели... Сегодня как раз стало известно, что суд отказался, то есть отменил арест счетов Уралвагонзавода, который был предпринят по поиску Альфа-банка. То есть пока мы завершаем программу на том, что вот в этом споре Альфа-банка и Уралвагонзавода временное преимущество на стороне Уралвагонзавода. Я бы сказал, в этом споре проиграют налогоплательщики. И мы завершаем на этом программу лицом к событиям, в которой мы постарались вас познакомить с тем предприятием, которое выпускает знаменитый, ставший знаменитым, Танк-Армат. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин